всем привет я гела и сегодня я буду наряжать ёлку устроила себе такой праздник небольшой потому что сам процесс спора и украшение ёлочки это такое уже в предвкушении праздника и девочки эта ёлка вот как раз из обзора когда я ходила по магазинам я говорила вам купила ёлочку вот буду её наряжать ну вот таким образом она веточки все отдельно наверное уже все знают как эти ёлочки собираются вот таким образом мы распушили красивая ёлочка очень и я решила вы знаете я подоставала свои всякие мне столько ждут от новогоднего этого барахла вот мишуре всякое скопилось и игрушек полное и знаете в этот раз я решила попробовать нарядить ёлку с цветами прям побольше цветов туда вот у меня есть и серебряные и золотые шарики я решила все таки оставить серебряные пока вот смотрите эти сердечки мы шили да вот по пропорции не подходят а вообще можно и вот такими игрушками нарядить запросто да которые мы вот в технике crazy видите как нарядно вот эти сердечки ну это я как идея вам первым делом я конечно гирлянды замотала обмотала вот и в общем я решила уже сначала хотела только серебряными шариками а потом что решила у меня столько всего накопилось и старых игрушек и всего и в общем не буду соблюдать цветовую гамму сделаю разноцветную ёлку но с цветами вот кстати вот еще идея чтобы приглушить цвета например если вы хотите какие-то то можно вот так вот фатин или в органзу заматывать шарики очень красиво это смотрится в деле вот но я честно говоря не стала уже ничего экспериментировать просто подряд стала навешивать цветы и игрушки какие у меня есть вот в таком вот варианте можно было в принципе оставить уже да но я ее все больше и больше все завешала потому что я не знаю уже где хранить как вытащила все эти свои игрушки все это валяется прямо по полной программе от души зависела всю елку пусть будет так но я вам хотела вот видите она в принципе смотрится с цветами очень красиво мне понравилось вот там дальше вот здесь я забыла свет там дальше я покажу нормально побольше света тут как-то на ветер как будто в темноте стоит на самом деле она светленькая такая прям ярко получилась но в принципе я еще время то полно я еще буду ходить по магазинам надо вот если не забуду может быть куплю немножко инея попрызгаю ну посмотрим в общем пока вот такую елочку сделала мне так нравится елочка очень красивая рекомендую я в прошлом видео говорила показывала да где покупала вот но я девочки еще хотела вариант опять-таки столько валяется всего я решила сделать а что если не покупать эту елку а сделать остов из пеноплекса вот можно пенопласт но наверное крошится и все-таки не такой прочный хотя нет по пенопласт тоже бывает очень такой прям прочный вот но у меня куски пеноплекса это такой удобный материал он очень легкий и вы знаете я буду вставлять в него цветы то есть вот эта проволока да она очень хорошо крепко держится в нем вот и я решила такой провести эксперимент и сделать еще одну елочку ну вот а это елочка видите в зависимости от огня на разных цветов получается вот смотрите я отрезала кусок но его надо укоротить еще наверно хотя в принципе можно было у меня еще осталось полно целое оставить ну не знаю в общем вот такой вот кусок вот видите моя ладонь рука ширину да ну и где-то там подкоротила я и все-таки и теперь эту штуку нам нужно слегка кверху заузить вот можно конечно заужать знаете в принципе в процессе декора у основания там побольше шары в общем все от пропорции зависит там как и что вот у меня вот таких цветов полно всяких но куда они валяются ими шура и и я буду вот эти цветочки прям вкалывать туда можно и вкалывать в панафлекс можно и на клей можно вы знаете если цветы без ножек использовать под основание прям обрезать то на клей и остов сделать вообще из картона там и старых обоев там как следует плотно-плотно скрутить конус сделать ёлочку и пользоваться только клеем но я решила на ножках вот так вот потому что эти цветы можно будет и дальше использовать там может быть не знаю вот такие всякие шишечки в общем все подоставала все что у меня там вот такие коробочки кстати очень красиво смотрятся в декоре но некогда я уже не возилась не доделывала их а сделала из того что на собиралась вот ну и теперь вот таким образом видите цветочки я буду вкалывать опять-таки я не соблюдала никакую там цветовую палитру так из того что было собирала эту ёлочку и вот таким образом как говорится недолго думая да единственное что нам для того чтобы сделать основание там круглым и ёлочку такую кругленькую вот эти основания ну так понятно да по длине и оставать оставлять широкой части и покороче цветы чтобы вот это вот основание было круглым и вот для основания взяла шары самок покрупнее а к верху будем брать шарики поменьше и поменьше вот и теперь теперь вот эти вот шары можно даже знаете ножницами или тем же пистолетом клеем да он же горячий он расплавляет сразу можно прям даже углубление делать надавить на этот пеноплекс и прям удобно вот вот таким образом к я два шара приклеила ведь и все уже устойчиво эта конструкция вот а теперь к верху прям по кругу мы идем чтобы она плоская не получилось вот по этим сторонам там пошире покрупнее подальше цветы располагать а по бокам вот по этим узким помельче или поближе к пеноплексу и таким образом круглая у нас получится ну и все девочки а дальше понятно да я знаете может быть сначала мишурой там обмотать как-то не очень часто потом обклеивать или сначала там шары цветы потом между ними втыкать мишурой это уже знаете смотря какие материалы у вас все это по ходу дела можно мне нравится такая штука в дэд пеноплекс и таким образом в свадебном декоре гирлянды цветочные делали и вот вы знаете новогодняя елка из цветов но почему нет смотрится так красиво в большую немножко увидели очень красиво мне кажется этот момент надо использовать ну если есть всякие искусственные цветочки можно самим всяких рост накрутить из ткани да я показываю мастер-классы есть у меня на канале вот я уже когда большую елку нарядила позавчера и вчера по моему я комментарий где-то увидела могила покажите как сделать цветочки для елочного декора я то ли где-то обмолвилась вот но девочки это нужно много цветов я уже не буду возиться делать опять таки у меня есть мастер-классы и вот там дальше в конце видео я покажу маленькую елочку ешь показывала мы делали там цветочки самостоятельно я просто ссылки на те видео оставлю его посмотрите ссылки будут под видео вот таким образом мы вот видите обкалываем тем более у меня очень много вот остатки вот этих цветов искусственных от свадебного декора поэтому ну куда мне еще делать самой крутить это и время уходит много и вот эти цветы откуда-то используют поэтому я решила вот так вот сделать все таки не буду окрутить из ткани но естественно можно и из ткани я прошу прощения конечно в рабочем виде в таком вот и сегодня решила картинку вам еще заодно показать может быть чтобы не очень скучно было смотреть включила на фоне телек там как раз модные показы телек я смотрю мало но разве что тнт на фон включаю или вот в основном у меня каналы музея и модные каналы вот и то это редко бывает я забываю у меня на фоне обычная компьютер включен ну вот таким образом вот смотрите вот эту мишуру да и и если неудобно приклеивать прям ее можно видите вот у меня такая флористическая проволока вот такие шпилечки понаделать из проволоки и эти шпильки они никуда не денутся если вы воткнуть их прям так же как на волосы закалываем все это мишураль вообще никуда не денется она там накрепка и так же если нет там допустим клея можно как-то ну где-то что-то какие-то другие детали подкалывать вот 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 в стеклянную переложила чтобы видно было потому что то и не видно в стеклянной видно какие там шарики и бережь вот такой процесс и остов может быть каким угодно конечно же это из картона конусы крутить там или много-много слоев газета сделать тоже плотный получается вот склеить такую если даже конус еще лучше ровнее получится форма ну здесь уж как-нибудь постараемся добиться формы елочки ну вот пока вот таким образом конечно пестрота но ничего пусть будет мне захотелось все-таки попробовать и что-то из этого сделать чтобы не валялась уже вот так в собранном виде стояла не найду свою белую елочку получается я ее выкинула тоже ну белая что-то мне хочется белую хотела свои шары ну раньше еще думала те которые сделала но у меня их прям раскупили сразу поэтому сейчас опять-таки тратить время опять крутить шары эти делать не стала опять-таки потому что полно видите всего самой вот ну и все там какие на клей какие на шпильке знаете вот всякое какие-то втыкают цветочки ну вот эти уже выше повыше да уже надо и шарики поменьше и цветочки поменьше поэтому какие-то проволочки повнимала и буду просто приклеивать вот таким вот таким образом мне кажется можно вот таким образом всякие игрушки ручной работы вот коробочки вот те очень здорово смотрится не стала уже возиться можно коробочек всяких понаделать разноцветную бумагу ну или там наоборот стильные там какие-то сочетания черно-белое золотой с черным красиво черный с серебряным у меня и золотых много еще осталось шаров и серебряных прям вообще целая упаковка там матовые блестящие и такие металлизированные три вида может быть я все-таки куплю эту елку может белую может быть какой-то другой вариант небольшую сделаю ой девочки ногти конечно я свои прям чуть не убила прям расстроилась но ничего привела в порядок а то сделаю маникюр и сразу через несколько дней ну вот такая нехитрая работа я уже соскучилась прям по шитью по лоскутному но вот перед новым годом столько что то всего всего сейчас приведу в порядок елки уже понаставлю все это поразберу и мы с вами пошьем у меня есть несколько идей задумок так что девочки я сама уже соскучилась в следующих видео мы уже начнем шить вот так вот дую ну чтобы клей быстрее застывал ну и все а дальше я нашла вот такую штуку тренажер да на которой крутимся на нее поставила елку чтобы вам было удобно показать и немножко уже привела хоть себя в порядок а то пока ой надо не елку крутить а вот эту штуку а то она у меня спадает ну понятно наверное да вот такая вот она прям красотка получилась я даже не ожидала видите какая ну конечно можно в любом варианте можно сначала синтепоном обмотать белым и на его фоне вот как-то красно-белая елочка да уже придумать какой-то декор чтобы синтепон было видно ну а у меня раз вот часто-часто я вот так поноса делая цветы ими шуру и игрушки ну тоже как вариант красиво и вот эта елочка по этой елочке есть мастер-класс по этой и в том видео много других елочек это я тем кто не видел хочу заодно показать это у меня года два или три даже назад мы эти мастер-классы с вами проводили уже ссылки на видео я оставлю и вот эта елочка совсем из мусора из всяких там сломанных биштери пуговиц там пряжек цепочек и так далее видите вот на красном таком бордовом бархате вот я на свет чтоб видно вот и она потрясающе по-моему три года назад мы с вами делали я не помню или два года назад вот эти елочки в общем ссылки на видео я оставлю посмотрите как их делать я там показываю процесс рассказываю вот вот такие елочки решила показать еще венок вот сейчас покажу сейчас елочку поставим веночки тоже несколько вариантов вот такие вот там у меня тоже crazy quilt видите звезда этот венок я на дверь на входную вешаю снаружи вот надо его привести в порядок там а то все пока лежит хранится и повесить уже вот и не только такой венок ну в общем ссылки я оставлю тоже если вы не видели то проходите посмотрите у меня целый плейлист новый год так и называется и там очень много знаете и мастер классов много всяких идей и еще у меня там где-то есть видео по моему даже несколько с идеями из интернета я прям заморочилась собирала сотни-сотни фотографий обрабатывала их и сделала вот такие ну такой фоторяд из фотографий в общем много очень идей рукодельных всяких вязаных шитых там плетеных и так далее слушайте ну елочка прикольная получилось видите я туда повесила еще ленточки закрутила ножницы наверное знаете да как бусики там вот видите то валяется все мертвым грузом прям некуда так у меня будет стоять я ее сейчас покажу вам на светлом фоне ну там покажу на кухне на фоне вот там шторы у меня такие активные сиреневые на их фоне покажу чтобы вам было понятно как это может выглядеть ну и может быть вы тоже решитесь и сделаете себе вот такую такую или другую вот стильную какую-нибудь в цвете или из шишек только у меня в общем весь микс все что было все пошло видите все равно смотрится прикольно и вот эта идея с цветами мне кажется ну классно мне по крайней мере нравится и на той большой елке и на этой мне кажется цветы надо использовать можно смело использовать в новогоднем декоре вот в таком стиле или в другом ну можно использовать мне кажется смело вот такое видео у меня сегодня для вас вот эту ленточку я загрутила понавесила вот видите на светлом фоне она такая как ярко-яркое пятно если у вас монохромный интерьер черно-белый например модный сейчас или просто белый да вот как она на светлом фоне смотрится прям хорошо так свежо вот смотрите я там накрыла органзой белая да можно органзу или фатин и вот слегка как бы приглушить ее смотрите как красиво смотрится прям сшить такой чехол фату покрыть елку да и получится прям выглядит очень красиво мне понравилось вот если вот в таких белых интерьерах будете я решила на кухне наверное оставить там на кухне у меня она будет стоять на фоне штор ну и я в общем не стала накрывать ее может быть и ним покрою посмотрим или там блеском каким-то посмотрим в общем если что я вам покажу девочки можно знаете румяна использовать если белого много например вы хотите немножко подкрасить прям взяли пушистую кисточку и вот эти вот белые цветочки например румянами или например слегка клеем провели буквально по верхам вот эти цветочки да и насыпали туда этой пудрой плеска этого вот я поставил на кухне пусть стоит тут пока там дальше посмотрим у меня кухня черно-белая и немножко вот сиреневого вот такого ну и вот это еще будет ярким пятном с этой стороны мне нравится елочка такая нарядная необычная получилась вот а еще в прошлом видео если вы не видели я показывала там мы ходили по леруа я показывала там товары, цены в общем кто еще не был может вам интересно сейчас к новому году покупочки всякие можете посмотреть в общем ссылочки все я оставлю вот видите я рядом их поставила конечно вот это ну она так прямо благородно выглядит с веточками а вот это она более такая конфетная получилась а вот это ну прямо вообще она у меня уже видите сколько лет живет и она у меня висит круглосуточно вернее круглогодично в прихожей я уже как-то показывала на стене то есть не только на новый год а именно вот круглый год она висит у меня там и она как-то ну как-то вполне уместно выглядит поэтому вот такая говорят как ухаживать за такой елочкой широкую кисть возьмите ну вот эти красят чем у меня есть новая чистая как бы широкая кисть и я прохожусь прям по верху слегка и все и нет там пыли никакой вот такие две елочки вот видите та хвойная которую мы купили а вот это которую мы сделали сами из того что у нас было ну я надеюсь это видео может быть кому-то в качестве идеи или вдохновения послужит вдохновением ну а на этом я с вами прощаюсь мои дорогие скоро мы с вами будем шить что-нибудь интересненькое всего вам доброго пока-пока а Продолжение следует...